Всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу, почему я покупаю биткоин и эфириум на долгосрок, а также расскажу, как их купить на бирже CoinEx. Так, а если вы досмотрите видео до конца, то узнаете о моём розыгрыше 1000 рублей средний комментатор. А также, как и видите, я пока что в футболке биткоин, в общем, жду мерч от биржи. И, кстати, напишите в комментариях, разыграть ли мерч среди вас. Если будет большая активность, то попытаюсь это сделать. Как сказал Майк Тайсон, я не считаю, сколько раз я отжимаюсь, также я не считаю, сколько дублей я уже записал. Так что, вы сами знаете, подпишитесь, поставьте лайк. Спасибо за поддержку, поехали! А сейчас попытаюсь коротко объяснить, почему я покупал, планирую покупать биткоин и почему я его храню на долгосрок. Во-первых, биткоин является самой лучшей криптовалютой в плане децентрализации. Да, он медленный, но те блокчейны, которые есть сейчас, ну другие, они более быстрые, отлично, но они не такие децентрализованные, как биткоин, который максимально приближен к идеалу. Все остальные криптовалюты имеют кучу нюансов в плане децентрализации. Да, может у меня будут некоторые фактические ошибки, я допустил некоторые упрощения, но если вы хотите что-то добавить или сделать замечание, то жду ваши комментарии. Так вот, первое. Биткоин единственный по-настоящему децентрализованный проект. Все остальные имеют очень много нюансов. Биткоин имеет ограниченную эмиссию, а именно 21 миллион. И многие, как и я когда-то думают, ничего не стоит. А он все-таки стоит, так как биткоин добывается путем решения математических задач, видеокартами или иными средствами, а на все это тратится электроэнергия. Ну, кстати, это сравнение похоже на тем, как что стоит ваш сайт. Вообще, весь интернет. Это технология, понимаете? Это система, которая поддерживает сама себя. Вот почему гений Сатоши Накамото смог уйти из проекта, а биткоин ни от кого не зависит. А пример, Россия, наши дни. Я не могу снять со счета более 10 тысяч долларов. Точнее могу, но остальное конвертируется в рубли. А если я не хочу конвертировать? А ведь меня даже не спрашивает никто. Вот она централизация, когда в любой момент извращение государства, как по щелчку, и все, вы голы. Разве это честно? Разве это правильно? Разве это справедливо? Я отдал свои деньги в банк. Они пользовались моими деньгами, отдавали кому-то кредит, зарабатывали на этом, а теперь они не хотят отдавать мои деньги? Таких примеров можно привести тысячу. Ну, думаю, вы поняли, что такая система выгодна только владельцам банком. Но никак не нам, обычным пользователям. Будь сам себе банком. Купи биткоин. Я его купил. И я не хочу копить туалетную бумагу, которая обесценивается. Да тот же доллар. Инфляция в США более 8% за год. Про другие страны я даже не буду говорить. Я выбираю биткоин, недвижимость, золото, то, что ограничено. Это лишь малое преимущество биткоина. Надеюсь, вы вдохновились моей речью. Говорил ее от души. В следующий раз расскажу также про эфир. Он мой второй любимчик. Но, честно скажу, в битке у меня средств больше. Вот что мне не нравится в эфире, честно, то, что там есть Виталик Бутерин. И он как бы во главе всего этого. А Сатоши Накамото, он убрал себя из картины. Все, система поддерживает сама себя. Такс, ну а теперь о конкурсе. Чтобы участвовать, нужно быть пользователем CoinEx или зарегистрироваться по ссылке в описании. Кстати, не обязательно закидывать деньги, просто зарегистрируйтесь. У тех, кто выиграет, я это проверю. В том числе и время создания аккаунта. Ну, если буду сомневаться. Так что участвуйте честно и делайте все в срок. Смотрите видео дальше и узнаете следующие условия конкурса. Такс, что же нам нужно для регистрации на CoinEx? Нам нужен адрес электронной почты. Бережа отправит на него код подтверждения операции. После установки пароля пользователь получит доступ к торговому интерфейсу. Перед началом торговли нужно включить двухакторную аутентификацию, привязать номер телефона или подключить Google Аутентификатор. Бережа сохраняет данные о входах пользователей в аккаунт. В настройках безопасности отображается время и место входа в систему, а также тип устройства. Председатель системы, версия, браузер, в общем и тому подобное. А теперь расскажу, как купить биткоин на бирже CoinEx. И кстати от меня лучше записывайте все пароли и на всех биржах у меня разные пароли и все это записано в тайном месте. Такс, перед тем как покупаете биткоин, я на всякий случай предупрежу. Если что, биткоин как бы монета, она может падать, может расти. Так что один бог знает, что с ним будет. Такс, покупаем с карты и при помощи банковской карты можно купить биткоин. Эфириум, USDT, Лайткоины, ну а 200 долларов через платежные системы Меркурио, Симплекс, Монпэй и Адвокэш. Они поддерживают российский рубль, казахский тенге, доллар США, евро, израильский шахель и еще 27 валют. Ну а также хороший вариант воспользоваться BestChange. Выбираем откуда мы отправляем, ну например с Киви. Ну и что отправляем, рубли. И что получаем, например биткоин или USDT или 3x. Правильно, вставляем адрес нашего кошелька. Я напомню правильно, нужно вставить, а то криптовалюта придет не туда. Так что будьте аккуратны. Все, отправляем в фиат. Главное выбирать надежного продавца. Но BestChange один из лучших сервисов. Но все же осторожности не помешает. Также мы можем купить не только биткоин, но и все популярные криптовалюты. Например, купить USDT на BestChange, закинуть их на биржу. И тут можно будет сразу купить или биткоин, пару к USDT, или вообще что-нибудь другое. Или вообще разместить ордер на покупку биткоина, например по 20 тысяч долларов. Это, например, один из уровней, на котором я буду закупать. Пополнить крипто еще проще. Выбираем криптовалюты, например, USDT, и выбираем наиболее выгодную сеть. В данном случае TRC20. CoinEx зачисляет средства на спотовый счет. Для торговли фьючерсами и контрактами нужно перевести криптовалюту на бессрочный счет, выбрать монету в списке активов и нажать трансферу. Плечо в бессрочных контрактах до 100 на биткоин и до 50 на альткоинах. Будьте аккуратнее. Чем выше плечо, тем выше риски. Но и прибыли больше. Также, я когда-то был новичком, тоже торговал фьючами. Это, конечно, было смешно, но как-то я за день терял больше 300 тысяч. Примерно столько же я как-то и зарабатывал за день. Но, если вы новичок, пожалуйста, держитесь подальше от фьючерсов. А если уж решили ими торговать, то начинайте с малых сумм. А также доступна маржинальная торговля до пятого плеча. Кстати, кто-нибудь вообще знает, чем отличается маржинальная торговля от фьючей? Если что, пишите в комменты, может вообще сделать на эту тему видео. Такс, на фьючерсах можно заработать, грубо говоря, предсказав движение на рынке. А понести убытки, если ваше мнение не оправдается. Такс, еще дополнение про фьючерсы. Но я все-таки за старый ходал, купил биткоин и держишь. Такс, а теперь бонус. Финансовый аккаунт и зачем он нужен? Ну, я как холдер храню несколько монет. Да и как бы круто, да, они у меня лежат и все дела. Но они совсем не приносят прибыли. А закинув на финансовый аккаунт нашу крипту, мы сможем положить ее под процент. Да, он будет не очень большой, но это лучше, чем если этого процента не будет. И кстати, процент зависит от монеты, насколько она волатильна, ну, как я понял. Например, закинув ЕСДТ, мы будем получать всего пару процентов в год. А если монета Луна, ну, новичок, который недавно вообще как пиц, как выросла, то там более 25 процентов. Но не забывайте, что Луна более волатильна. Кстати, как вам эта монета? Я вот пока скептик, но особо не изучал. Также можно закинуть более 20 монет, подробнее можно посмотреть на сайте. Топ для тех, у кого монеты просто так лежат, и вы их не используете. Также, МММ тут посложнее. Если коротко, то это предоставление ликвидности в бирже. Там огромное количество монет. Тут также, чем выше процент, тем больше риск. Ну, то есть, монета будет более волатильна, если процент выше годовой. И, соответственно, риски выше. Так что тут надо более аккуратно делать свой выбор. Например, сет ЕСДТ тут 5 процентов в год. В общем, не буду вас сильно загружать. А об остальном расскажу в следующих видео. А лучше расскажу топ инфу. Например, по ссылке в описании будет телеграм-канал CoinX. Где каждый четверг тесте по 1000 рублей раздают 10 людям. Тест простой, вообще элементарный. Просто надо быстро отвечать и правильно. Так что, работяги вперед. И да, вайте, я вас верю. Было бы время, выиграл бы там всех. Ха-ха. Но я думаю, все-таки поучаствую. Легкие деньги-то пропускать не стоит. Это лишь только часть информации. В других видео узнаем о многом другом. А пока напомню, что биржа входит в топ 50 лучших. И уверенно поднимается в этом рейтинге. А для тех, кто хочет поучаствовать в розыгрыше 1000 рублей. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Где я назначу время. Сниму в это время одним дублем. А также обновлю страницу. Далее подписываемся на телеграм-канал CoinX. Также участвуйте там во всяких тестах. Получайте по 1000 рублей. Там сразу 10 человек получают каждую неделю. Так что подписчики, я на вас рассчитываю. А потом просто пишем комментарии с монетами, которые мы храним. Будьте честными. Выполняйте все условия. И тогда удача лопнется вам. И рандомные комментарии, кто напишет монеты, которые вы храните, он выиграет 1000 рублей. Главное выполните все условия. Давайте, пишите критику, мнение в комментарии. Буду благодарен.